Добрый вечер, мои дорогие! Я в шикарном Макао. Я уже побывала в этом казино. Меня привезли прямо на бесплатном автобусе прямо в казино с границы Джухао. Посадили меня в автобус и привезли в казино. Я, конечно, зашла, все посмотрела. Играть не стала, потому что побоялась. Хотя я взяла 100 долларов. Ну, и там фишек куплю на 100 долларов. Но я боюсь их потерять. Так посмотрела, походила, посмотрела, кто как играет. Там мне не разрешили, значит... Ой, какая красота, посмотрите. Вот посмотрите, какая красота. Ну, здесь, конечно, очень богато, очень богато, очень богато прям. Ну, супер богато здесь. Ха-ха-ха-ха-ха. Сейчас перейду дорогу. О, мой гад! Угу. А вот. Буду ходить по улицам. Мне вот это здание безумно понравилось. Посмотрите, какая она красивая. Это самое большое казино с отелем. Вот. Не, это не самое большое. Есть еще ананас большой. Вот из таких... Медный цвет стекол. Очень красиво смотрится. Прямо украшает город. Вот. Познакомилась с одной индонезийкой сейчас. Поскольку я не знала, где купить сим-карту, здесь в Северни-Левенах продаются. А вот. Она сказала, что не надо ходить в Северни-Левен, я тебе помогу где получше. Ну, она меня отвела, и по дороге мы с ней поговорили. Вот этот ананас здесь. Вот она. Ой-ой-ой, подожди сейчас. Мы с ней по дороге поговорили, я говорю, ты здесь работаешь? Вот она, кончик видно, сейчас туда пойду. Значит. А вот. Ой, везде прям, везде карте. Ой-ой-ой. Китайское золото. Они очень любят все такое. Вот такое, вот такое, богато. Вот такое они любят. Вот такой дракончик золотой. Наверное, очень дорого стоит, не знаю. Ожерелье. Посмотрите, какой огромный золотой. Вот. Значит, она сказала, что она получает примерно 4300 долларов. Большие деньги, в принципе. Такая, видно сразу, что девочка простая работница. Может быть, где-то работает в казино, может быть, где-то. Ну, слишком много вопросов не задала. Мне было интересно, зарплата. Какая у нее зарплата? А вот. Ну, это действительно впечатлило. У меня такая огромная зарплата. Это просто, я считаю, что... Ну, это крутая зарплата. Наверное, какой это город. Это Макао. Это Макао. Я нахожусь сейчас в Макао. Это страна рядом Гонконг, а не далеко от Гонконга. Я не поехала в Гонконг. Вот еще одно казино здесь. Ну, вот. А, нет, это торговый центр. Казино подальше. Вот написано Макао. Это торговый центр, а вот казино. Ну, тут на каждом шагу какие-то казино. На каждом шагу, прям. На каждом шагу. Видите, вот. Ну, он какой-то малоизвестный, я его не знаю. Хотя дом такой, вообще, в шикарном доме. Но я не слышала про это казино. О, Стефан Ричи. О, ох, ох. Конечно же, здесь миллионеры, мальчики одеваются. Обожаю этот бренд. Кстати, я Валера тоже подбиваю на этот бренд, чтобы он начал заниматься им. Стефан Ричи, вот, посмотрите. Посмотрите, какие у них порсеточки. Видите, с орлом. Такие сумки. Очень, очень, очень крутой магазин. Стефан Ричи. Вот. Вот такие вот дорогие сумки. Барсетки. Костюмчики. И вот это их лого. Вот это вот орел. У-у-у-у. У них даже на дверях вот так все. Видите, и внутри, и везде вот это лого. Везде, это орел. Вот. Аня, вы по работе или путешествуете? Я, нет, я просто поехала посмотреть Макао сегодня. Нет, я не по работе здесь. По работе я завтра поеду отсюда в Шен-Жень. Вот это будет уже по работе. Сегодня я просто решила посмотреть. Я никогда не была в Макао. Я всегда выезжала почему-то в Гонконг. Ну, я уже его изучила вдоль и поперед. Мне уже не интересно. А вот. Мне было интересно, интересно, ну, выучить посмотреть на что-то новое. Узнать, какие тут зарплаты, кто как живет, чем дышит. Ну, это вот на улице вот сейчас Индонезийка я с одной познакомилась. С нее какую-то информацию получила. Еще с кем-нибудь познакомлю сейчас. Еще с нее какую-нибудь информацию получу. На границе познакомилась с пилотами индийских авиалиний. Они ехали сюда играть в казино. Они тут же тоже со мной сели в этот автобус. Зашли в этот казино. И куда они пропали, я не знаю. Они исчезли, растворились. В какую-то комнату зашли. И все, видимо, там играют. Сказали, что пойдемте, мы вас приглашаем. Я говорю, не-не-не, я не пойду играть. Я не трусь, но боюсь. Я вообще никогда не играла в казино. Я вообще даже не знаю, что это такое. Ну, это большой такой торговый центр. Ой, нет, вот это вот. Ну, это центр Макао, если кто будет здесь, кто-то сюда приедет. Вообще для молодых девушек и парней, я думаю, что это большая возможность приехать сюда и начать здесь зацепиться, как-то начать здесь работать. Это, ну, нереальный город, прям нереальный. Город, ну, для мега богатых людей, где ты можешь, где они, где ты можешь получать достойную зарплату. Это, конечно, не для нас, не для старушек, а вот для молодых. Прекрасная перспектива, я считаю. Все переходят в подземный переход, а вот я туда не хочу спускаться. Что же сделать? А там какой-то ремонт делают. Вот там вот. Куда я пойти не смогу. У меня что, остается перейти только через подземный переход? Не знаю. Я бы не хотела. Сейчас пойду вон туда, вон туда, вон туда. Мне интересно, что там. И я хочу посмотреть вот это вот ананас казино. Мне очень интересно тоже. Прекрасно выглядите. Да, спасибо вам большое, Маришка Арбат. Вы узнали, где взяла ваша подруга Трем. Нет, не узнала, она еще не приехала. Приедет, я покажу этот крем, дам ей руки и скажу. Хей, Зорита, найди, пожалуйста. Всем очень надо, все интересуются. Нет, неизбежно все-таки пройти в подземный переход. Мне придется пойти. Ну ладно, где-нибудь там вылезу. А вот. Other ways I cannot go. Я не могу перейти дорогу по-другому. А вот, поэтому. Так, красота. Такая стильная и уверенная женщина. Молодец. Так держать. Как у вас? Такой провокационный вопрос. Интересный такой. Как будто и не знают, как у меня с Александром. Привет, худышка, умничка. Как отлично вы видели. Спасибо, мой пупсик. Аленечка, спасибо тебе, моя хорошая. Вы похудели. Да, да, да. Я постаралась. Я постаралась. Вот сегодня я буду наматывать. Я не знаю, несколько километров сделаю, чтобы вам показать всю красоту этой страны. Прям вот. Страна. Страна каких-то чудес. Везде казино. Казино, рестораны, бары. Круто тут вообще очень круто. Все молодые, мальчики и девочки, собирайтесь. Если уж вы едете в Азию, то выбирайте такие страны, как Макао, как Сингапур. В Китае. Только если в универе учиться, если выучить язык. А так, там таких перспектив, конечно, как здесь нет. Таких зарплат, как в Макао, вы получать не будете. Это просто такая маленькая индонезийка. Но интеллектом она не блистала, как я посмотрела. А вот я сразу по ее одежде тоже увидела, что она далеко не из того клада, не из высокого класса, скажем так. Такая средненькая девушка, которая получает такую огромную зарплату, 4300 долларов. А она меня прям сюрпризнула, можно сказать. Сюрпризнула. Так, ладно, пройду сквозь всего этого. О, подошла я к этому. Подступила, подступила я к этому ананасу. Вот она. Сейчас спереди подойду, посмотрю. Все его очень хвалят, все про него говорят. Вот сейчас посмотрим, что это такое. Я окольными путями, окольными путями, чтобы быстрее, чтобы много чего успеть, потому что сегодня я хочу уехать. Сегодня я, ну, мне надо еще успеть покушать. Зайду куда-нибудь посмотрю, интересно, как здесь кормят. Потому что в Шанхае все сладкое. Интересно, как в Макао все. В Гонконге очень разнообразная кухня. Прям, потому что иностранцев очень много. Мне сказали, что есть какая-то очень, очень крутая гостиница и крутейшее казино, которое держат французы. Вот. Ну, я думаю, что я туда уже не успею поехать. Ну, сегодня такая красивая и позитивная. Так держат. Ну, как вы в гостинице остановились? Я остановилась в Атель-Джи, в Шинжине. Я еду в Шинжин сегодня ночью. Я уже в 8 часов буду уже уезжать отсюда. О, это красота! Все, приехала в эту красоту. Посмотрите. Но вот не передает камера ту красоту, которая нам. Действительно, это какая-то нереальная конструкция. Попозже, наверное, будет интереснее, конечно, на нее посмотреть. Я думаю, что мне надо будет подняться куда-то повыше, чтобы его получше показать вам. Вы красивая. Спасибо вам большое. Давай, перейду здесь. Все здесь переходят. И я здесь перейду. Ой, такой здесь интернет, девочки. Без VPN, без всего. Не тормозить. Ничего. Ой, какая красота. Не нужен никакой VPN. А вот. Мы в Макао 5-го. О! Вам очень понравится. Я уж как только вот заехала в город, я ахнула прям. Я ахнула тут. Так круто тут. Так круто. Это просто крутой. Очень крутая страна, я вам скажу. Посмотрите, как у них все, какой ландшафт. Так интересно. Это под мостом я сейчас иду. И уже подъезжают к этому красивому зданию, к которому я так долго шла. Но он безумно высокий. Ой, какой он красивый. Прям красивенный, красивенный. Ну вот. Да. Это да. Его видно отовсюду. Это вот холл у него такой внизу. Ой, боже мой, какая красота. Это же просто неимоверная красота. Вот повезло же гражданам этой страны. Даже шофер автобус, в автобусе, который нас вез, у него была такая модная прическа. Он был так одет, девочки. Что-то просто я офигела. Я хотела снять, но потом мне стало стыдно. Гранд Лизбоа. Гранд Лизбоа. Ой, не вижу последнее. Лизбос, по-моему. О, Лизбоа. I don't understand. Подожди. Как называется казино, не могу. Не могу, не могу, не могу, не могу. Ну ладно, подальше отойду. Гранд Лизбоа. По-моему, Гранд Лизбоа. А я сейчас в западне. Надо будет мне вернуться обратно, чтобы перейти дорогу вон там, где вот эти вот полоски. Иначе попало не туда. А, есть казино Венеция, есть? Ой, пойду в Венецию. Все, спасибо вам большое. Я пойду в Венецию. Казино Венеция, все. Я обязательно посмотрю. Сказка, Маринса. Сфоткаться там. Здрасте. Ой, да, надо сфоткаться, ты права. Надо сфоткаться, да. Тебя не покажешь, да? You are welcome. You are welcome. Вот. Какая красота. Обалдеть. Это и гостиница, и торговый центр, и казино, и все вместе здесь. Я зайду, конечно. Обязательно. Вот. И покажу вам эти красоты, как она выглядит. Посмотрите, какая люстра тут висит. Ну вот, не смотрится, стали. Ну, искажает немножко вот этот вот камера. Она такая красивая, на самом деле, такая красота. даст, 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 даст. Вот это вот полностью сделано из золота. Посмотрите, это полностью золотое. обалдеет, такая красота. Вот, а это сделано из камня. Забыла, как я, как этот камень называется, забыла, блин. Они еще из нее делают браслетики. Они очень любят этот камень, почему-то. Забыла название камня. Напишите мне, если кто знает. К вам хочу. К вам хочу. Красота, красота. У меня ведь классная, здорово. Вещи, это болезнь. может быть, шопоголизм, так и шопоголизм. Может быть, это болезнь. Больная, больна. Но мне нравится красота. Я вот, я, я очень люблю красивые места. Я обожаю прям вот это вот. Вот на это на все смотреть, прям, ну, и так хорошо мне становится. я люблю красоту очень. То есть, для меня ни где попало. Где попало, я прям не могу. Мне надо, чтобы было все чинно, красиво, эстетично. ну, иду я и. Какая роскошь, да, 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 вот это, вот это экскурсия. Очень интересное сооружение вот с той стороны. Мне бы вам очень хотелось показать, боже, чуть не упала. Лизбуа. А, вот казино Лизбуа. Сейчас я вам покажу. Вот, она, видимо, относится к этому отелю, потому что отель тоже называется Лизбуа. Ну, а телеторговый центр, вот этот. Вот он, тоже Лизбуа. И это тоже Лизбуа. А, ну, это просто у них такой этот. И вот у них переход там с отеля прямо идет в казино. Это полностью казино. Вот это вот огромная штука. Это казино. Казино Лизбуа. Ну, мне очень сильно понравилось что вот и что это такое я не могу понять под стеклами. Сейчас я туда поближе подойду и обязательно вам покажу. Вот прям какие-то домики стеклянные. Очень интересные народу там полно. такие интересные видео у вас. Яшма. Нет, это не яшма. Нет, это не яшма. Нет, это не коралл. Я точно знаю марина. Марина, салам, салам, салам. очень красиво быть. Сегодня шикарно вы видите лучше. Лучше вещи из-за вот. Так, так, правда, что на доме два, ты подралась с кем-то. Да, это правда, это правда. Довели и довели и довели. Вот. Я шну с человеком? Я тоже нужно довести. Когда грязно со мной разговаривают, дошла. Довели меня до ручек. Вот. так, 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 привет, какая красота вокруг, спасибо, красота, hello, hello. Марина, спасибо вам большое за экскурсию, как будто вместе с вами гуляем. Да, круто. Марина, спасибо за экскурсию, привет. нефрит, вот нефрит, 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 да, это нефрит, точно, да, 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 это нефрит. Да. Давай я приду в гости. Давайте, Марина. Большое спасибо вам за экскурсию, что-то, то-то, то-то. Вопросы про том-2. Все, уже исчезли. Сколько языков вы знаете? 6. даже сама не могу поверить, что я знаю 6 языков. Даже сама в это поверить не могу. Ой, смешно. Давай, я повернусь из камеры. Ой, давай, все идут, я пойду. сейчас немножко вдалека вам покажу этот лесбуан. Взять сюда лучше видно, видите, вот она. Вот она, гостиница. Вот, и это там переход, и переходит в их же гости, в их же вот это вот казино. Вот он, казино у них вот здесь вот. А там вот переход между гостиницей и казино. Ну, вот это тоже их соорудение какое-то там. Тоже какие-нибудь. А это что интересно? Вот очень интересно. Посмотрите, какая красота вот. Какая красота. Это жилой дом. Здесь живут. Я представляю, как это дорого здесь жить, наверное. Это очень дорогие наверняка дома. Вот. потому что это самый центр Макао, где я нахожусь сейчас. И хочу перейти вон туда. Вот. Это просто я не могу понять, что это. Что за такие стеклянные штучки тут. Вот смотрите вот сколько их. Вот это все из стекла сделано. Вот такие вот сооружения стеклянные. Так интересно, так красиво. Жаль, что про это про все я не прочитала. вчера надо прочитать и прийти и рассказать вам. Просто я не знаю даже, что это такое. Посмотрите, ну красиво очень, конечно. Видите, этот. И вот вторая тут стоит и вот там вот на крыше их полно. Вот смотрите. Ну пойду я в это стеклянное царство. Это у вас куничка или платье? Не, ну это у меня платьица такая сзади с пуговичками. Сзади на пуговице. Все, идем в стеклянное царство. Не знаю, как перейти тут. Все стоят и я буду стоять. Здесь вообще правила дорожного движения я так и не поняла, как происходит. Любят Китая? Любят идти? Да, очень любят. Китая вы умничка. Мне приехать приезжай. Махнита. В других странах китайцы ведут себя бесплатно. В Китае такая ситуация. Ну вы знаете, китайцев их же много. Они есть из провинции, есть и городские. Я не знаю, как провинциалы, но я знаю, я вижу городские. Они очень даже культурные. Да, в других странах городская а на этих чистые языка не умеют читать писать. Нет, я не читаю и не пишу на китайском. А остальных читаю и пишу. Так, Почему вас нюхают ребята с ума два, а тату нет? Не знаю, первый раз об этом слышу, что они меня богатворят, а тату нет? Очень приятно это было слышать, что меня любят, но неприятно слышать, тату не любят, не знаю. Ну, не знаю, перейду на свой страх и риск, потому что давно стою, никто не переходит. Ох, сейчас мы пройдем, интересное место, девчонки. Что это интересно? А, вот тут вниз можно спуститься, значит, тут внизу что-то есть. Это, видимо, просто чтобы освещение было, вот, это просто красиво сделано для того, чтобы освещение было в подвал, туда вниз, там внизу, наверняка, конечно же, казино, наверняка, вот тут посмотрите, как красиво, какая красота, это ж надо же такое сделать, а? Это ж надо же такое сделать, однозначно, наверняка, казино, я сейчас обойду, его найду спереди, как она выглядит, мне интересно, вот там тоже можно пойти, ну, там лестница можно спуститься, и там лестница можно спуститься, а спуститься куда? Что это такое? Давайте узнаем, давайте узнаем, Боже, прямо такое, стеклянное царство, стеклянное царство, красивое стеклянное царство, ого, 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 то есть он какой-то засекреченный очень даже, я вам скажу, вот, с, нету тут главного входа, инкор, как говорят китайцы, тетерли мэйо, там инкор, нету, главного входа, нашла главный вход, по-моему, нет, нету, и здесь нету главного входа, а вот, значит, внизу творится что-то, что-то внизу творится, девчонки, вот, вход с многих сторон, вот, видите, вот, вот, это, значит, что можно туда спуститься, вот, у них вот такие стоят маяки, и вот тут вот заходишь, смотрите, и вот там лестница, я думаю, что он закрыт, конечно, нет, не закрыт, он открыт, и вот туда спускаешься, ты идешь туда-туда-туда, и попадаешь в это царство, но я туда попасть не хочу, потому что не понимаю, что это такое, побаиваюсь, ну, здесь фонтаны, видимо, у них, ну, что-то очень красивое, что-то очень интересное, что-то очень интересное происходит внутри этого здания, вот, коль она так сильно засекречена, красиво, спасибо тебе, мальчик, ты правее лезть, вот, милая, 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 это помощник нашей подруги, время какое сейчас там, ну, примерно, наверное, 8 часов вечера, вот так вот, 8 часов вечера, через час я буду уже въезжать, покушаю где-нибудь сейчас, сяду, и потом поеду, ну, это банк, ой, это ж банк, этот, как его, это ж ж банк, по-моему, этот банк ICBC, по-моему, вот, у них ICBC тоже есть здесь, это ж китай, это гонконгский банк вообще, если не ошибаюсь, по-моему, это ICBC, сейчас я посмотрю на свою карту, и я вам скажу, это ICBC или не ICBC, на свою карточку, сейчас посмотрю на их знак, нет, это не ICBC, значит, это подожди, значит, это вот этот банк, да, это вот этот банк, вот он, вот этот вот знак, там наверху, это значит, China Bank, China Bank, есть в Макао, посмотрите, какой огромный, но эта красота, прям меня привлекла с удовольствием, как бабочка, прям как бабочка, стеклянная бабочка, какая красота, это ж надо же, знание языков, предполагает умение читать и писать, а для разговорного достаточно 100 слов знать, не грузинский, не русский, думаю, знаете в совершенство, грузинский, русский, думаю, знаете в совершенство, я прекрасно знаю английский, прекрасно говорю на нем, и очень хорошо говорю на китайском, просто не пишу, и 100 слов, 100 слов, это очень мало для того, чтобы говорить во всех сферах, вот я общаюсь во всех сферах, вот я сейчас ездила, вот во всех сферах, прям могу общаться, кроме вот медицинской терминологии, нет у меня медицинской терминологии, все остальное у меня прекрасно получается, а вот, вообще когда мне такое пишут, меня начинают удивлять, понимать, знаете, люди, которые ни одного языка не знают, и свой не очень хорошо знают, ну, зачем вот это об этом говорить, и разглагольствовать о том, что это подразумевает того, а это подразумевает этого, для меня, знание, читать и писать, это бы было неплохо, например, но для того, чтобы коммуницировать полноценно в этих странах, как Гонконг, Макао, Тайвань, и вся China, она у меня достаточно, и все китайцы говорят всегда, что у меня прекрасное произношение, что я прекрасно говорю на китайском, и меня это радует, я очень большой молодец, я считаю, а вот. Вот, прохладно или тепло одеть? Нет, я не тепло одета, а что у меня должно, я что должна одеть? Я одела просто вот такое вот, платьишко, закрытое горло, я люблю, когда вот здесь закрыто, когда вот у меня вот здесь закрыто, мне это очень нравится, я не люблю, вот так открытое горло, это прям вот мне напоминает, Советский Союз, прям не люблю, очень не люблю, так. Тут-ка зашла поумничать, да-да-да-да. Иди свою подругу учите, не надо здесь шестерить, так, светло на улице, да, пока светло, да. У Татьяны Владимировны ругают, что я сюда захожу, а здесь что оттуда, а я нейтральный объектив, нейтральный объектив. Объективно в чем? В том, что вы мне пишите, что это подразумевает вот это, иначе это все не так, иначе все это не то, но в чем объективно? Если бы я увидела, что вы говорите на японском, я бы восхитилась с вами. И не важно, пишете ли на нем или нет. как вы худели? Не так, просто хожу, очень много хожу, 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 и, конечно же, намного меньше, чем я обычно ела. before. Марина, это подруга Ковщика, да, Марина, ты молодец, здравится. Марина, вы действительно большую молодец. А кориус открытый, пол А. Зачем я оправдываюсь перед этими убогими ковщиками и прокладками? Да я и не оправдываюсь, Марина, я счастливый человек. Вы знаете, я скажу, что, я вам одно скажу. Счастливый ли я человек? Нет в полной мере, наверное, нет, потому что счастливый человек, это спокойный человек. Вот он спокойный. И он заранее знает, то есть у него мысли по-другому, у него голова устроена по-другому. То есть он не суетится, никуда не бежит. Он, этот человек, я к этому очень стремлюсь, кстати. Счастливый человек, он программирует, как-то вот, не осознавая того, что он программирует, то есть у него настолько сильно уверенно, что вот сейчас я пойду туда, и будет вот так, а вот, и отсутствует, абсолютно отсутствует какая-либо, какой-либо страх. А вот, они двигаются очень уверенно, счастливые люди, и они подстраивают все под себя. Вот, я считаю этих людей счастливыми. они силой мыслью и своими, они даже не подозревают об этом, своей уверенностью в себе несут большую удачу себе. удачу во всем, в семейной жизни, финансов, во всем, во всем, во всем. Считаю, что кто может мыслить вот так, кто может научиться мыслить вот так, лежит в спокойствии, просто вот очень спокойно, и уверенности, те люди очень счастливые, потому что они программируют все. Они программируют все. Африкантова Марина послала на у Александра. Почему? Ох, сейчас начнется, потому что она ревнует его, она ревнует его. Вы же не знаете, какими языками я в леты, поэтому не надо говорить. А вот. Малечка красивая, красивая, красотка вы моя. Привет. Хорошего вам дня, удачи и процветания во всем ваших делах. Спасибо вам большое. Вы умница, все правильно говорите, а не знают только то, что то все. А вы? Нет, у нас в России тоже, конечно, есть что показать, чем похвастаться. Я даже перед иностранцами, вот когда я в Москве, я даже, ну, на самом деле есть, чем похвастаться в Москве. Это, ой, какая красота, девочки. Вот это просто, это просто такая, это так, так, так интересно, это ж надо же. Посмотрите, ну, очень буржуаз, буржуазийский, стиль, не совсем мой, но все равно очень круто, очень красиво смотрится. Посмотрите, такая буржуазия. Ах, это тоже казино, вот, очень красивое место, прям, а вы в таком красоте, что вызывает у вас беспокойство. Ну, неуверенность, вот вдруг у меня не получится, всегда боюсь, что вдруг не получится, то есть нету полной уверенности, нету, вот пока еще моя душа не окрепла до такой степени, чтобы, для этого надо, мне кажется, еще одну жизнь прожить, вот в следующей жизни я буду более уверенной, наверное, в себе, более, вот уверенность в себе, она очень много. Я, конечно, что-то двигаю, что-то делаю, но какой-то страх всегда присутствует, то есть, а уверенного человека, у уверенного человека нет никакого страха отнюдь, они прям верят в себе, верят в то, что будет завтра, и это происходит, потому что они в это верят, понимаете? А они верят именно так, потому что они очень самоуверенны. Отправьте, да, пускай это самое, барахтается тут. Пускай выливает яд. Видимо, некуда и выливать, вот пускай здесь его выливает объективно. 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 забыло сделать вот так. Светлые слова, красавицы. Покажите камеру на здание вокруг. Я всем показывала, показала все. Это точно. Люблю и обожаю тебя, Мариночка. Спасибо, покажите красоту вокруг. Я всем все уже показала, мои дорогие. Вот, 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 красота вокруг. Обычная китайская красота, но здесь, конечно, по-другому немножко. Здесь другой дух, не так, как в Китае. Здесь больше. Эта страна похожа больше на Гонконг. Но более спокойнее, чем Гонконг, я бы сказала. Гонконг более такой суетливый город. Вот. А здесь спокойнее. А в следующий раз я поеду в Тайвань и буду в Тайвань. Ну, и как бы... Буду смотреть, как там все происходит, какая там жизнь. Тата сейчас прямо в прямом эфире. Супер, милая ваша. Я, ну, ваша кружка. Это все больное. Так. Да, в нашей стране тоже есть, и их очень много красивых мест. А природа какая у нас? Да. Россия тоже очень интересная, очень многогранная. Согласна с вами. Прям согласна. Очень многогранная. Очень многогранная. А вот. Конечно, в Москве тоже, например, перед своими иностранцами, я прям... Ну, там, конечно, то, что есть и Кремль, и какие-то там Третьяковка, еще что-то, еще что-то про это я молчу. Я просто восхищаюсь даже просто в метро. Даже в метро, мне кажется, как музей у нас. салат. Марина, у нас интересно слушать. Много мудростей и интересно говорить им. Не знаю. Как-то сейчас плачет в эфире. А почему? Ну, наверное, что-то, как-то, что не везет с этими парнями. Я не знаю. Прям бедная девочка. Так рано темнеет. Да, все, девочки, я сейчас уже буду выдвигаться, иначе я боюсь, что опоздаю. Что-то немножко запуталась. Таня влюблена в пана. Это очень печально, когда приходят чувства, приходят чувства, а сделать ничего нельзя. Это грезет изнутри, как стая бывших собак. Простите меня, Таня, и пусть лучше я буду не права. Ну, любовь приходится в любом возрасте. А вот. для пана нет преград. Мужчина и муж это для него не преграда. Он всегда говорил и хвастался. Если мне женщину надо, для меня муж не преграда, даже если друг. Это просто для меня было открытием, для него это норма. так что при таком раскладе он может Александр не преграда для него, так что может у них что-то и получится. поэтому она избегает с ними встречи. Тату не позвали на свадьбу Купином. Ну, Тата и Майя никогда не дружили. А вот. Поэтому и не позвали, наверное. это как бы надо же общаться с людьми, дружить, не на свадьбе только вспоминать. Ну, как-то вот Тата закрытая, Тата закрылась и ни с кем не общается. Ну, в таком случае вот результата другого быть не может. Вот. Вот так вот. Я думаю. я не верю, что в 65 лет можно влюбиться. Нет, она знаешь, она же очень жадная. Она для нее деньги это просто она разум. У нее теряется просто разум перед деньгами. А вот. И у нее просто крышу сносит деньги и все. Ее начинает крышу сносить. А вот. И она влюблена в деньги Саши, а не в Сашу. Понимаешь, она это просто ее сущность. Она такая вот. Она за деньги готова сделать все, что угодно. Сказать все, что угодно. Ну, это вот такой человек. Это вот да, все там было все здесь все все Все. Все. Тоже, наверное, зачаровалась в беге. Ты на 4 фронта грустно, прости, только ты у них что отношения. Так, тут что-то происходит, но это будет долго. Снегала татя, там такая куколка, но слабо интереснее. Ну, не обижайте татечку мою. Так, how I can go? Шухай. Мне надо уже, наверное, на такси. Вот не дождалась зеленого света. Не сущность, а сущность. Ха-ха-ха. Милашка Уаспа. Тоже, Марина. Это всё за вслактание. Просто была в шоке. Это точно. Она всех обзывает лишь бы получить всё стекло. Так, это ж надо быть такой жадной, патологически. Да, у неё патологическая жадность. Это ведь очень правильно сказали. Вот именно патологическая жадность. в том числе. Сегодня яблочный кусь. Сегодня яблочный кусь. Чё-нтампе-рис цвалей ба-мь. А, да. Поздравляю. А мы любим тату, не можем выхожить, позамправились. Тату обожают. Все, девчонки, я сейчас выйду из эфира, посмотрю, который час, чтобы я не опоздала, не дай бог, мне надо уже выезжать, покушаю где-нибудь и помчу в чайном.